Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 362. Событие дня. Как эпиграф на эти дни. Это Ян Евангелие 5 глава 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Если это условие соблюдать, и вопрос, как веровать, никак, это ложная вера, фикция, обман. Ничего и нет. Славу друг от друга. Отсюда тщеславие, напрасная слава. Из-за тщеславия сколько погибает. Вот смотришь фильм «Адвокат дьявола», и он от тщеславия только играл. Быть первым, нигде я не проигрываю, а Слово Божие не упоминается. Молитвы нету, и дьявол наворачивает, что хочет. Какие муки принимают люди. За 8 декабря 16-го года. Вот еще подтверждение. Несколько мест писания. Я торможу. Ну, каждый может тормознуть и просчитать. Ну, вот то, что есть. Александр не стал говорить, даже кто нападает на людей. Фамилию уже боязно указать. Лютует. Особенно, кто как-то связан с миссионерским отделом. Самая страшная поделка сатаны – это миссионерские отделы. Жестокосердные, безжалостные, тираны настоящие. Они не верят ни слезам, ничему нету. У него железные нервы. Служители Феликса. Вы меня спрашивали в одном из наших общений про то, сколько весит минора, которую Рабинович пожертвовал для будущего храма. Она весит 700 килограмм чистого золота. Ну, я тоже не верю в это. 700 килограмм. Ну, понимаете, что такое 700 килограмм минора? Как установить? Ну, там позолота какая-то. Да зачем он выставляет 700 килограмм где-то? Это они опять же обманывают. Об этом сказал бывший начальник Харьковской синагоги, перешедший недавно в православие. Несколько лет вроде как. Да ему никто не поверит. Перешел, скажет, отступник. Ну, 700-то килограмм. Это же надо понимать. Это больше полтонны. И зачем она им нужна такая минора? Это же тут... Не знаю, сколько террористов могут быть, чтобы выкрыть ее. Речь-то идет уже о сотнях миллионов долларов, если не о миллиарде. Даже можно узнать, сколько. Вот ролики. Вот там в конце есть фото этой миноры, установленной возле стены плаща пока. Этой миноры. Фото. Может вам пригодится для будущего вашего ролика о причинах и следствиях вскрытия гроба Господня. Вот здесь вот. Благодарим за фильмы Златоуса с Потеряевки. Надеемся, что станем участниками оплота истинной церкви в эти смутные времена. Ну, это дай бог. Но относительно золота не верю. Я Златоус говорит, на какой кровати легче спать? Лучше, безопаснее. На золотой или на деревянной? Вот у меня деревянная, вот она. Что тут есть? Ну, доски везде. Вот они, доски. Вот она. И вы видите их. Вон, верхняя особенно видать. Верхняя это Володя Пашенко. Тут у меня Никита. Сейчас Василий тут снимает лапки от племянника. Вот. И дальше, говорится. Тут на меня один, как говорится, вышел и говорит относительно того, что воевать не надо. Я говорю, относительно пацифизма. Как же так нападает? Должна обороняться? Ну, я говорю, обороняйся. Ну, реально, прикинь, какой обороняться? Сейчас в Китай пойдет. Они могут 400 миллионов выставить. А тут миллион один. Ну, чего смеяться-то? Тут даже говорить не о чем. А как? Молитва. Явное дело, веры не хватает. А зачем лезть на это? Ну, возьми, постреляй, палкой ударь там китайца какого-нибудь по спине. Я говорю, представляю чудесную возможность ознакомиться с этой темой во всей ее полноте, согласно нечеловеческих эмоций, но по слову Божию, по святым отцам, канонам и житьям святых. Это в книге моей «К истинному православию». Вот. А я вам говорю, любите врагов ваших. Страница 299. Ну, если сейчас это нажать, вот здесь вот на это, так вот, смотрите, я сейчас нажимаю, Ctrl, самая нижняя, Ctrl, внизу в левом углу. А теперь навожу на это, прощести, законспектировать, тогда можно будет говорить уже со знанием дела по этой кровавой теме. Вот я сейчас нажимаю на нее, я нажал, вот она вышла, 299. Ну, вот она, вот она. А я вам говорю, любите врагов ваших. Вот она где. Это оглавление «К истинному православию». Это моя книга. Я 40 лет собирал материалы на нее. Теперь, ну, а здесь что, только нажать. Нажал, вот она пошла тема. Курсивом и жирным это места из Библии. С полностью каноническими книгами. Вот я, смотрите, показываю, сколько мест. Это мои ответы такие. Это мой материал, мой ответ. Вот, смотрите как. Это дальше Василий Великий, правила, Павел Исповедник, 5 ноября, Емельян, которые не воевали. Их вообще скрыли, эти жития, никто их не знает. И Бог их одобрял, что они не шли воевать. Умирали и все. Притом, отменные воины были. Но склонили голову, их посекли. Все в Царстве Небесном. Ну, не знают ничего. И начинают спорить. Вот дальше, смотрите, сколько мест из Священного Писания. Я просто прокручу это, показать, как много. А теперь жития святых. Феодор. Вместе с другими был приведен Феодор на военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав, «Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем, Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». И был казнен. Видите, какие примеры дадутся. 7 ноября Иерон. Старственник Деклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века, повелел записать в войска всех годных к военной службе мужей и юношей. Ну и дальше кавычки открываются. «Жития святых» Дмитрия Ростовского. Я беру из книг официально изданных патриархии. Совершенно где Иерон? Кто название имя? «Скрыли намертво его, но там он есть». Вот это я удивляюсь. Этот фантазер писал, и много писал, но это пропустили. Так, как было. Но Иерон... Вот я читаю об этом сейчас. Отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Это страница 136 за 7 ноября. Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в белые одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом. «Спасение, Иерон, благовествую я тебе. Правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за царя небесного, а и не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать». Значит, нет ни храмов в честь его, ни празднований отмечает ничего. А какой-нибудь там затворник где-то забился, а этих отмечают. Его вообще затерли. Ну почему с него пример не брать? Давайте на равных, ладно, берите. А другим-то дайте возможность на других святых посмотреть. Ни одного храма нету нигде во всем мире. Нормально? И дальше. 3 февраля. Роман Луглищский не хотел сопротивляться Батыю. Страница 138 за февраль. Кавычки открыты. Не сопротивляться бесплодно. Бесплодно, бесполезно было сопротивляться. А спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. И он спас город. Как его звать? Считаем. Роман Луглищский. Где в честь его храма? Где детей называют? Нету. Тоже затерли. Еще читаем. 21 апреля. Страница 314. Мученик Феодор. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор на военную службу признал. Военачальник положил так. Ну это мы прочитали, да? Другого царя. И был казнен. А вот дальше. 19 августа. Андрей Стратилат. Запомните. Андрей Стратилат. Полковник. Военачальник. Андрей был тысяченачальником. Полковником. От него уверовало 2593 воина. Цифра точная. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. Кавычки открыты. Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же единодушны и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас. Ни на китайцев, ни на кого. Но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомущеник Стефан. Когда иудеи побивали его камнями, говоря, Господи Иисусе Христе, прими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои. Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами, обнажив мечи и заткрижетав зубами. Они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя. В этом тесном месте с одним только проходом от рук убийств, но, подражая Господу своему, как незлобивые воагнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колени, они протянули шеи свои на заколение под мечи. И воины Селевка, без милосердия посекая их, в короткое время всех перебили, пострадали в воскресный день, во втором часу дня. Страница 336. Почему нигде этого нету? Ни одного храма в честь этого Федора. Одобряют их? Да, одобряют и Дмитрий Ростовский. Ну дайте знать хотя бы. Вообще скрылини в житиях нигде сегодня не пишут. Маленькие жития пишут, там разные лукеры, кого только нет, Пороскевы, ну какая там, Ксения Петербургская, Матрона Московская, как с ума посходили. Ну хотя один раз напечатайте это, чтобы люди имели право выбрать альтернативную службу. В армии нет, и из верующих семей идут воевать. Как это можно понимать? В армии идут, даже из семинария добровольно сами идут. Это полное безумие. Совершенно неверие в Богу. И дальше. И вот что известно из истории церкви. В честь отказника от службы нет ни поименовых храмов нигде. И может статься, что никогда и не было. Ну и далее перечисляю здесь. Сколько здесь их? Жития святых тут перейдется. Виктор, христианин, воин, 11 ноября. Узнали о том только тогда, когда его постали истреблять христиан, он отказался это исполнять. А воевать это не возбранялось. Вот так. Вот теперь назад я возвращаюсь. Вот кому надо, заходи. Здесь полное просчитаешь. Здесь и обрадобрить, и обо всем. Ну, если, конечно, есть желание. Сейчас этот к истинному православию. Вот. Ну и теперь мы снова вернемся, что у нас есть. Прощать, законспектировать. И Сергей это сразу мне ответил. Спаси, Христос, просчитал о любви к врагам. Притом я-то ничего не прибавляю. Если злитесь, уже не можете. Заскрешетали зубами, как воины селевка. Так и говорите, что вы безбожники. Какие вы там, патриархийные или какие? Человек это сотворенные Богом сосуды. Предназначенные для различного употребления. И все же приятнее быть употребленным Господом для угодных ему дел. Чем по своему сомнительному смирению отдать все волю и счастливцев. И быть ими попранным, как трус. Все-таки лучше и предпочтительно. Почему? Вот это вот тут и есть зомбирование, как говорят они. Не люблю это слово, но так и есть. Ну, защитить-то невозможно. Почему не защищал Господь Израиль от римского владычества? И тут была Богородица, апостолы. Они были подвластны. Не было у них свободы. Бар-Кохба поднимет восстание. Ну, ему помогал Раби Акиби. 70-й год, 71-й. Весписян будет осаждать Итит. Его сын закончит осаду. Только в Иерусалиме погибет 1 миллион 100 тысяч. Цифра вообще невероятная для тех времен. Почему? А с окрестностей стекались люди, пытались прятаться. А христиане ушли в другое место, остались. И воевали они. Господь, когда предал себя в руки врагову, пошел смиренно на крестную смерть, спасал сотворенных им человеческий род. А тот, кто добровольно кладет голову под мечи врага, кого спасает? Да себя спасает. И примерно. Ну, сейчас я прочитал. Кого он спасает? Да все житие об этом говорит. Ну, кого он спасает? Георгий Победоносец голову сложил. За что сложил? Георгий Победоносец, он бы мог обороняться. Воины у него уверовали. Все положили. Говорят, люди-то не верующие. А что? Это мозги отравленные у людей, вот когда ходят по монастырям, к мощам. Там все это как ядовитая пелена застилает глаза. Они не понимают даже, что говорят. Притом хорошие люди. Ну, я уже привожу примеры везде. Господь мог освободить. И там, говорит, ненавидь врагам, а даже а я говорю. А я, то есть наоборот. Ты шел туда, а я говорю, иди сюда. Ты шел туда, а я говорю, иди туда. Ну, еще непонятно-то. А я, и Господь везде, а я. Ну, считай, пятая, шестая глава Евангелия от Матфея. А я это противоположно. И вот там убивали евреи. Это Ветхий Завет был. Когда люди не знали Христа. Не лучше ли уйти в другое место, если оказываешься гонимым до смерти. Лучше. Беги в другой город, когда в одном гонят. История, знаете, такие случаи, когда святые не предавали себя в руки нещесимцев, которые искали их смерти. А если шли на смерть, то приводили своим примером к вере во Христа многих язычников. Ну, и делай так. Делай, приводи. Ничто не мешает. И при том, как Анфимий Камедийский. Его ищут, найти не могут. Он сам навстречу вышел. Накормил, напоил. Говорит, это я. Они хотели его отпустить. Он говорит, нет, ведите меня. Игнатий Богоносец. Это младенец, которого Христос брал на руки. Его христиане хотели освободить. И он говорит, не надо, хочу быть пшеницей на львиных зубах. Вон его фотография. Вон она стоит. Льви его едят. Антиохийский епископ. Но сегодня я веду брань со своей женой. О, вот теперь понятно. Которая во многом хорошая домохозяйка. Иначе не была бы мне женой. То есть заранее он знал, что она такая. Но в храм не ходит, не молится, дружит с пивом. Вызывает своими нападками на меня и тебя, Игнатий Тихонович. Гнев, что приходится браться за ремень. Вот как. Это видно, что настоящий муж, не подкаблучник. Жена не слушается против травы. Жена, слушай. Как люди воспитывают. Берется за ремень. Такая вот у меня иногда бывает скорбь. Молюсь, как могу, терплю. Но скрываясь, гневаясь на нее, когда на нее и на меня нападает враг, бесы. Не смею просить твоих молитв. Но таких молитвенников, как ты, я редко встречаю. Храни тебя, Господь, недостойный, серьги. 8 декабря 16-го года. Видите как. Так что серьги. Я не одобряю, это, конечно, ремень. Но раньше именно так и было. На два конца была плетка. Отец учил. И когда выдавал замуж, он ее вытаскивал из-под матицы. И мужа отдавал. Теперь ты ее учи. И здесь есть ролик о том, как правильно бить жену называется. Надо сначала плетку ложить рядом, чтобы она привыкла. Как к маленькому ребенку. А потом потихоньку. А потом по-настоящему. Так это где-то. Мы же не мусульмане. Я не говорю, что надо. Но если это исправляет ее. И она поймет. Она скажет, плохо ты меня бил. Лучше бы ты меня тащил за волосы. Но я была спасена. А теперь где? Они не послушали, не покорные жены. А как молитвой. Молитвой. Я знаю это. Бывает тоже не послушается. Я на молитву. Обернусь, она рядом уже стоит. Только так смиряется. Поэтому надо выбирать ее по качествам таким. Чтобы она была от верующей матери. Как правило, хочет жениться, познакомься с будущей тещей. Я вот познакомился с ней. Она богобоязненной была. И поэтому поверили. И дочка верующая знала, что суд божий будет. И вот пишет одна Татьяна. Я не выказываю имена. На нее нападают. Особенно миссионерские эти волки. Ужас какой. И слезам ее не верят. Они ее поносят. Детей заставляет из дома бежать. Сумасшествие. Как сатана какой нападает. Слезам не верят. Почему? Миссионерские отделы. Жестокосердные. Каменные сердца. А я вот ее услышал. Как она о детях заботится. Лучшей матери придумать нельзя. Как Татьяна заботится. Как она молится. Я вижу в ней, вот этой Татьяне, искреннюю, стопроцентную христианку. И мы сразу сошлись. А эти нападают. О, она тоталитарная в семье. И к такому тоталитарному волку пришла ко мне. Безумие полное. Полное безумие. Почему? Миссионерские отделы. Отделы дьявола сегодня можно назвать. Жестокосердными делают. Безжалостными. Слепыми и глухими. Как они нападают вначале. Вы нигде не счаститесь. Батюшка ваш безблагодатный. Это серьезно. Вопросы такие. Другие там тувинские разные отделы полезли. И вдруг видят. Архиерей служит. Наш архиерей приезжает. Митрополит Иларион вместе. Это батюшка наш отец таким безблагодатным. Что-то видят. Не видят. Слуги дьявола. И они благословляются. Служат вместе. А это никогда ничего не видел. Почему? Отдел. Он имеет право будто бы говорить. Кого он привел? Дворкинские выкорбыши. Которые никто. Шарлатан просто. Наплодил их здесь. Как зверей. Говорится. В диком лесу. А я как сокрушалась. Что не попросила ваших святых молитв. И тут вдруг вижу. Я поминаю вас в молитвах как благодетеля. Вот она ко мне. Я вас, Татьяна, поминаю. Я вам скину этот материал. Теперь о сыне, который ушел в армию и семинарии. Ушел сам. Его не призывали. Была возможность попроситься хотя бы в православную часть. Не говоря уже об альтернативной. Но он пошел. Куда послали. Меч придет на него. Ему негде будет искать спасение. Дай Бог, чтобы только вышел живой. Я его спрашивал. А как же ты причащаться будешь? На что он ответил. В увольнениях буду причащаться. Но оказалось все намного хуже. Попал в ракетные войска. В часть, где в увольнение вообще не отпускают. Вот ему как раз это и урок. Тогда мамочка дорогая и близкая будет. А тут беги от матери. Беги, беги. Это не может сказать. Я не знаю. Даже дьявол такого и не слышал. Не говорит. О сатанели. Миссионерские отделы. Как же ты, Господа, меняешь на ружье и звезду на лбу. Ох, какая мать. Редко таких матерей сегодня встретишь. Чтобы она так заботилась о них. Редко, редко. Это из ряда самых святых выходит она. Она заботится о его спасении души. О святом причастии. А его босквы туда затянул. Я знаю, что такое ракетное счастье. Я в них служил. При самоосновании. Но он отшущивался. Все представлял в розовом свете. На выходные в город. В храм. На службу. Или, как говорится, у солдата выходной. Пуговицы в ряд. То есть, все уже тогда. Честь отдает. И даже пуговицы в ряд. Молитесь о нем, Игнатий Тихоневич. Заблудший Сергий. Молюсь я, Татьяна, о вас. Вот говорят, молиться. Как молиться? Сейчас-то жалуется памяти нет. Я говорю, ну ты молишься, поминаешь. А я забыл. Ну я говорю, я каждый день поминаю твоего мужа. И с ним всю семью. Но вы молитесь, поминай мое имя. Нет, мы вообще, ну говорим там, помяни Господи православных. А я молюсь, у вас памяти нету. А почему памяти нету? Сейчас говорят, люди сильно жалуются на потерю памяти. На кухню зайдет и стоит, стоит, не знает, что дальше делать. Где холодильник и где туалет. С трудом, говорит, вспоминаю. В комнате найти не может. И советует, когда старое, считайте каждый день до ста. Раз, два, три. Ну еще, а вы как? А я даже об этом не думаю. Вот у меня щёточки. Щёточки. Сто. Я поминаю, каждый день, ну, семь раз в день молиться. Семь раз, не меньше. Иногда до восемнадцати раз встать на молитву. И за один раз встать три святоя, ну, царю небесный, да отче наш. И потом сто поклонов. Проходит часа два, и опять три святоя, сто поклонов. Я поминаю, семьдесят семь святых на память. Семьдесят семь святых. Я люблю математику. А за чего? Ну, узнать хотя бы где-то, не потерял ли. Я каждый день в определенном порядке. Мученики кто? Исповедники, жены и девы. Ох, как она хорошо тут. Ей надо поиграть тоже. И за кого молиться? В среднем, я поминаю, каждый день, каждый раз захожу, примерно сто пятьдесят человек. Вот представьте, семьдесят семь и сто пятьдесят. Это уже куда? За двести двадцать семь? Да если я поминаю столько раз, и в определенном порядке, где плащащие, где путешествующие, кто-то пьянством, наркотики отдельно. И плюс просьбы, этих просьб у меня бывает иногда несколько десятков. Определенно о мире, Израиле, России, Украине, Сирии. Вспоминаю начальствующих Ордогена, других. А там, тут память как отточенная бритва блестит. В общей-то сложности, если я поминаю о пробуждении для России, о благовестии, о тех, кто томится, кто арестован в ИГИЛ, кого убивают, чтобы приняли. Вот мои родные, близкие здесь, я правильно говорю, что я молюсь это? Да. Все подсвидетельствуют. Ты свидетельствуешь? Да, я свидетельствую. Тут надо было показать, всех спросить. Все знают, каждый день. Вот она и память будет работать. Так что, Татьяна, тебя мы поминаем. Болящих отдельно. На первом месте Сергей Козлов. И пьяница, если брат родной, на первом месте. Потом почему? Написано, говорит. Помогать даже мы всем, наипаче родным. Поверь, поверь, конечно. А ведь я его не благословлял на эту армию. Да он и не спрашивал и не нуждался в материнском благословении, как настоящий современный православный. Понимаете, слова какие она говорит. Я, Татьяна, не могу вас слушать без слез. Ваши слезы осуждают миссионерские эти изверги. А я вижу ваши слезы и вместе с вами, с вашими слезами плыву. Материнское благословение не взял ничего. И действительно сделало православным его это жестокое отношение к нему. Всех этих семинарий, которые преподавали. Сам все решил. Вот он, сам все решил. Будет мама кричать. Поневоле подумаешь, как в старину-то все правильно было. Ну, в старину не все правильно было, но благословение просили. Никуда без родительского благословения. Дерзу даже сказать, что он там оказался без возможности причащаться, потому что пошел туда самовольно, без благословения. Другой сын Ян. Сейчас строится в Сергиеве семинарии. Не такой скорый на своей воле, это и самостоятельность. Но то, что он учится в семинарии первый год, меня очень тревожит и беспокоит. Но с другой стороны, я видела, как вы Виктора Савченко уговаривали не бросать семинарию. А он очень не хотел там учиться. Но там учится заочно. Может, это выход? Значит, Татьяна, тут дело другое на Виктора смотреть. У него обстановка другая. Обстановка другая. Он отслужил когда-то в армии без присяги. Тут нельзя одни к одному сделать. Тем более, мы нуждаемся в священнике, а там-то их наплодили, как юристов, экономистов. Не знают, куда девать. А мы своим табором, своим гнездом. И поэтому открылась возможность в семинарии учиться. Было, подали, кажется, было трое, сейчас остались двое учиться. Нам никогда это не помешает. Вот, в семинарии. Так, Виктор это что сравнивает? Это благовестник настоящий. Благовестник. Он во всех миссионерских поездках с нами был. Дать дальних. Это Виктор. Тут сравнивать даже не приходится. Его, я вообще не знаю, с кем его сравнивать. В школе преподаватель, самостоятельный муж. Тут даже говорить и сравнить не надо. Поэтому на этом вопросе тут надо по-другому рассуждать. Еще двое младших сыновей, Михаил и Даниил, спаси Господь, учатся дома. Дома печка, хозяйство, постоянно пилят дрова. Недавно закончили с отцом строительство погреба для хранения на зиму овощей. Дома постоянно работа и много работы. У меня даже такая мысль, что по большому-то счету большинство школьных наук, это масонские науки. И раньше все это я уважала и почитала. Ты правильно рассуждаешь? Именно так и есть, дорогая Татьяна, сестра моя милая. Но ведь это все египетское рабство. А что сделать с ней? Опять ты уходи, балуешься. Это котенок у меня, ну прям сшибает все. Ребенок. И раньше все это уважала и почитала. Но ведь это все египетское рабство. Аминь. И пока не пройду четыре раза по десять лет, четверо сыновей, сорок лет, не выйду из этой рабской пустыни. Это я о том, что все дети учились дома, на домашней форме обучения. Вот это надо делать. В Москве многие-многие, я знаю, верующие уже этим занимаются. Еще раз все просим ваших молитв. Я Татьяна, дочь Екатерина, сыновец Сергий, Иоанн, Михаил, Даниил, муж Сергий. Есть еще вопрос по поводу несостоявшегося крещения, то есть мочения. Крещение не состоялось. Но человек думает, думает и знает, что оно было. Думает и знает. Ну, вообще-то здорово как. Он думает. А что от нашей думы-то изменится? Он думает и знает. Нет, дорогой друг, ничего не получится. Что оно было? Ну, можешь думать, я ел, во сне ел. А ты не ел. Ты можешь думать, сколько угодно. Канон остался невыполненным, повеление Божие невыполнено. Крестились, смерть его, как пишет апостол Павел, посланник Икримин, 6 глава, 4 стих. А Кирилл Усталимский говорит, как в воде скрываемся, как в могиле. Так, может быть, это и есть то намерение, которое Господь целует? Нет. Намерением не может. А тогда и вообще можно не верить. Намерение было верить, но я не стал. Ну, я хотел, но не пришел. Намерение целует. Это Господь говорит о постящихся намерениях. На пасхальное слово. Никак не относятся к этому. Раз дела, как такового, не было. Заодно это намерение не может ли человек считать у Господа крещеным. Ну, смешно даже было бы. За намерение. Оба слепые, оба в яблопады. Смотри, играет Татьяна этими словами. И дела приемлет, и намерение целует, и деяния посчитает, и предложения хвалит. Огласительное слово Иоанна Златоуста. Не огласительное, на пасхальное. Это тут неправильно. Огласительным этого нет. Написано, в точности исполнить. Где нет троекратного полного погружения, священник не делает, он должен быть извержен. 50-е апостольское правило. Слово святого Иоанна Златоуста. И то же самое относится к венчанию тоже. Как? За намерение. Что хотел, но не повенчался. Ну, намерение-то было. Это вообще какое-то. Непонятно уже, что говорит. Может, не свои слова она передает. Намерение, оно намерением и осталось. Бог судить действует. Ну, я хотел кому-то дать, но не дал. Ну, и что, я дал или не дал? Кого посетили? Я хотел навестить, посетить больно. Ну, не хотел, но намерение-то у меня было. Господь говорит, спрашивать будет. Посетил ли меня? Ну, Господи, ну, я хотел, но только... Ну, я же хотел. Ну, это смех один. Посетили кого в тюрьме, болящего. Ну, я хотел посетить, но не сходил. Причины разные были. Ну, решили на дачи побыть, на пляж съездить, по грибы, порыбачить. Ничего нету. Чего нет, того нельзя считать. Вот так. Ну, и дальше что сказать? Посмотреть наши ресурсы. Вот это новые, сказать, новые ролики здесь у меня выставляются. Сейчас я посмотрю, сколько. Это мой мир. Очень люблю мой мир. Мейл.ру. Вот это. Что здесь? События дня. Вот сегодня. Уж прям на нос выставилось. Где нам лучше быть? Где мы будем нужнее и надежнее? Очень прекрасные люди зоновы. Анастасия. Ну, просто полюбились они мне. Приезжали с мужем сюда и были. А то вот о благовестии. Ну, и пьяницы царствия Божия не наследуют. Я беседую. А сегодня вот уже четыре ролика выставили. Вчера было шесть. Вот у нас форум православный во свете Библии. Все это вот смотри, я выделяю во свете Библии. Такие были. Ну, это на первую выкинуло меня. Не надо, сейчас зайду опять сюда. И интересно. Все, в среднем у меня было 330 посещений на форум. А вчера вдруг подпрыгнул на 470. С чем это связано, не знаю. Не знаю. Какое-то событие где-то было. Кто-то где-то что-то сказал. Ну, и наш по YouTube православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот пока говорили, кто-то двое зашли. Вот двое. Я не видел их. Сейчас открою. Если ругается, то прошу прощения. Я не знаю, что. Сергей Козлюк. Что он видел? Игнатий Лапкин о том, чем питаемся. И да, вообще. Вот я открываю. Посмотрим, что он говорит. Сергей. Вот точно. Чистая правда. Видно, что из практики все взято. Было бы полезно для современных диетологов с западным уклоном посмотреть их с их дипломами. Вот так. Спасибо вам за то, что... За то, что почти в одиночку боретесь с заблудшим большинством обществом. Больным обществом. Да. Ну, вот и дальше тут много, которые отзывы. Немного, оказалось, три. Ну, понятно, о чем речь. Вот этот отзыв еще обоих матерками такими сыпят. Если еще один кто-то... Вот тут непонятно. Стросятся какие-то клавиши, имена, буковки. Ничего нету. Там тут путного уже ничего не ожидаю. А может быть и будет. Пьяниц и старшийся божий не наследует. Вот. Что он тут говорит? Почему он пьяный говорит? С похмелья, как говорят, с Будуна, может быть. Не знаю. Ну, а тут ничего не... Почему? Ну, кому ему и задавайте вопрос. Выходите на него. Ну, и дальше у нас большой ресурс. Это во свете Библии православный библейский сайт. Я постоянно показываю его. Это очень большой, тяжеловесный... Тут 50 книг, аудио моим голосом насчитано. Вот все здесь найдете. Книги открыты. Вот здесь вот ответы 4124. Заходите по теме. Найдете ответы, мне можете не задавать. Тут все есть. Ну, и вчерашний день. Какой он был вчера? Событие местное. Ко мне приехал племянник Василий. Потихонечку шагни сюда, Василий, покажись. Не сбей тут, не задень этот треножник. Вот, Никита, прими вот. Вот он приехал. Приехал тут... Ты приехал-то зачем сюда? Приехал научиться... Погромче. Приехал научиться правде Божией, молиться, стать ближе к Богу, научиться себя подготовить к вечной жизни, благовестию научиться. Так. Ты что-то говорил, со здоровьем у тебя не ладно? Да, со здоровьем не ладно, поэтому... Ну, и правильному образу жизни научиться. Правильному образу жизни. Ну, вчера день я тебе предложил, нефтякость тебе было это? Все хорошо. Попрошли мы на наш мост Барнаульский, на Новосибирске идет, там сфотографировались, маленький ролик поставили. Не замерз? Нет. Ты же с Киргизии этот, теплолюбивый такой. Вот. Дальше. Потом ты пришел, стал просить работы какой. Я сказал, вон у нас дровяник, иди дрова там, коли большие, толстые, на тонкие. Поработал? Ну, чуть-чуть. Понравилось? Да. Вот. Ну, а как наше питание? Тебе нефтякость? Вот так кормим. Нормально, отлично. Сейчас пост идет. Ну, нефтякость тебе это. Даже наоборот удивился, что... Я о том заботчий, что вот, скажет, наложил на него неудобно носивые бремена, и он тут сбежишь раньше времени. Нет. Нет? Не сбегал. И чтобы уехал, ты там не разочаровывался, что был. Не надо очаровываться, не надо разочаровываться. Ну, вот. Я знал, куда ехал. Знал, куда ехал. Что, встаем мы рано, считай, 4.40, тебе нефтякость? Дома раньше встаю. Да вот как. Ну, а ложиться тут, свобода полная. Только никому не мешать, кто лег спать. Уже, кто лег спать уже, тогда... Ну, что еще сказать, вчерашний день у нас был. Вот, считали, там, записывали. У тебя свой планшет, или как назвать там, ты свободно имеешь. С чем-то тебя стеснили здесь, нет? Нет, абсолютно. Нет, ничего нет. Значит, каких-то изменений в твой график вносить не надо? Нет, все устраивает. Ну, вот и все. Видите, как вчера это событие для нас было. Первый день ты здесь жил. В конце вечером, подводя итог, ты не сожалевал ни о чем, что днем у тебя такое было? Нет. Что тебя притесняли тут или как-то... Как бы ты ни убежал, у меня полураздетый домой-то. Да, что вы говорите. Ну, все, я доволен. Ну, покажи теперь, евреям 4.12, что Слово Божие живое и действие. Так, сейчас. И на этом все. Он беседы все наши слышал по интернету, что записывали. Занятия сегодня у нас будут. Пятница сегодня. Сегодня у нас уже 9 декабря 2016 года. Сергей Пупков ведет занятия по скайпу. Сергей Пупков. По нашему, по местному, по алтайскому, в 6 часов вечера. Ну, от Москвы 4 часа разница, Алтайский край. Вот кто хочет, тоже находите. Приходите. Ну, и все. Остальное еще в частном доме живем. Воздух чистый. Нагружат, работали. Снег будет сейчас падать. Придется тут помогать, расчищать ограду. Вот, видишь, как они источили эту палочку. Вот, кошки дерут диваны. Надо приучать. У меня они нигде не дерут. Вот, вот отдельная палочка подошла. Дала три кошки. Ну, у меня голуби. Я их туда по очереди таскаю. Они вахтовым методом работают. Мышей ловят. Там много пшеницы, семечки. И вот, вот она, маленькая подошла. А теперь она подойдет. Ну, она пошла за ней. И они скопят в одном месте. Ничего больше нигде не портят. Даже с котенком. И то надо заниматься. Все на этом. Во славу Божию. КОНЕЦ. Продолжение следует...